всем привет привет с вами растишка отруфишка сегодня будем с вами делать операцию и так готовы стал девочки сегодня расскажу вам во что я буду сеять меньше свои растишки так наличие у меня были еще прошлогодние такие стаканчики я про них не показывала сейчас покажу выписываю их через алекс-экспресс сейчас насколько не знаю когда можно выписать оттуда границы закрыты на замке связи с тем грибом будет не не ладен вот такие стаканчики размерчик их на 7 на 10 вроде 7 на 10 размер большой но когда вы насыпаете в объем эти стаканчики мешочки они получаются совсем малюсенькие только для какой-нибудь маленькой рассады но нынче я не хочу садить статицу потому что не корневая система стержневая ее желательно не тревожить не пересаживать потом из-за рассады в стаканчике а сразу посадить на постоянное место как бы потом уже перевалочку можно сделать не страшно вот такой стаканчик получает ведь какая колбаска вот 10 на 7 вот всего лишь на все видите какая маленькая ни о чем даже меньше чем 100 граммовый стаканчик наверное так но это потом и вот еще я приобрела нынче вот такой рукавчик полиэтиленовый как я давно за ним гонялась вы бы знали как я пыталась его давно выписать все никак он не попадался наконец-то я его нашла не нашла именно тот размер который мне нужен 12 сантиметров ширина 12 а длину вы делаете уже такую какую хотите вот здесь бобина 100 метров здесь это если по 20 сантиметров стаканчик делать это получается 500 штук вот этой бобины не после садовода это самые прям такой это нормальный размер больше не надо они больше размеры есть и меньше и вот я на 20 сантиметров отрезала ширина я повторяюсь 12 сантиметров и вот мы сейчас будем насыпать в этот стаканчик что у нас с него получится вот у меня здесь грунт уже сделаны готовы сейчас будем стаканчики все вот эти засыпать с внучкой будем садить статицу красавицу вот насыпаете примерно столько чтобы загнулся у вас загнулось дно вот таким способом как мешочек заворачиваете кулечек завернули перевернули вот вам стаканчик получился землей наполненный для рассады взяла я их специально для томатов и для перца потому что оптимальный размер получается для них меньше не надо и больше не надо и вот высоту сами произвольно выбираете какой вам надо но я считаю что это высота достаточно для томатов потому что он сам широкий кидошочек корешкам быть вольготно после этого как вы высаживаете рассаду вы просто берете этот мешочек переворачиваете и вынимаете все кулечка стоит у вас в руках вы устряхиваете складываете и используйте на следующий год пленочка отличная не тянется не рвется ничего и в абсолютно не происходит с ней я думаю что хватит если аккуратненько так обращаться это не один год наверное будем использовать и еще дырочки протоказис для воздуха для воды не надо там если донышко мы закрываем так герметично водичка сама найдет куда и выйти так что я думаю что хорошо быть в черной пленке тем более старайтесь взять черную пленку потому что корневая система не подвергается лучам солнечным это значит не будет ожогов и вас будет прекрасно чувствовать корешки у любого растения так что ну все вроде девочки все рассказала новиночку свою показала будем дерзать в этом году а что у у нас получится узнаем увидим видео выложу последующие всем пока пока